Девушки отдыхают Против человека, против его совести, против его чести и против его жизни Взять на уши, заставить, выплатить этот долг, они тебя побьют, они тебе предъявят, они всем людям скажут, что ты непорядочен Люди хотят, с чего хотят? Красиво жить, хороший телефон, машину красивую, одежду В голове у меня не складывается, за что, разве это стоило того, чтобы оставить своих детей и одних, сиротами? Уже прошло два года, но я до сих пор не могу понять, что стало с ним, почему это произошло У меня с мужем были хорошие отношения И мы, конечно же, ругались, ссорились, но он знал, что мы его любим У меня есть догадки, но в одном я точно уверена, что кто-то на него давил Ну, у меня нет доказательств Но накануне трагедии, его не было дома пару дней Я очень сильно переживала по этому поводу Не знала, что вообще мне делать, куда обратиться, потому что никто не знал, где он Ну, вообще, люди до последнего не понимают, что трагедия может произойти Кажется, что вот с кем-то это случится, а со мной точно нет Несколько лет назад у него был долг Очень, ну, крупная сумма для нашей семьи 500 тысяч, это было очень много В семье был очень грандиозный скандал Подключили даже двоюродных Так как, ну, у нас нет, не было такой суммы И заработать такие деньги мы не могли Ну, собрались трудом эти деньги Сам он сильно переживал в силу своего характера скрытого Внешне это проявлялось не так сильно Нервничал не только он, но и его братья тоже Потому что это позор был и для них Если бы они вовремя не отдали бы эти деньги После этого было немало в семье разговоров с ним Что вот мы не можем больше платить его долги Он обещал, сказал, что больше не будет играть Ну, я думаю, что у него были какие-то мелкие игры Но мы об этом не знали С этого момента, да и смертью уже 4 года прошло После смерти у него остались долги небольшие 40 тысяч где-то, потом 80 Но по поводу такой крупной суммы К нам никто не обращался Может он просил денег, там, помощь, но Не знаю, наверное, никто не оказал ему помощи И когда он отчаялся, ну, другого выхода не нашел Трудно говорить о том, где он умер и как Слишком тяжело, как нелепо, как бессмысленно Ну, трагедия случилась, наверное, когда он понял Что платить за него мы точно не сможем И чувство вины его мучило Но уверенно, главное было давление Он не такой человек Смельчак, да, из таких смельчаков, которые готовы умереть Даже, может, даже угрозы были Оставить своих детей, жену, родителей Он бы сам на это не решился Мы ведь знаем, как называют тех, кто должен Долг, карточный особенно Они же изгоями в обществе становятся Долг, карточный особенно Молодые люди, которые должны были семью создать Утешение родителям жить На пользу своей стране Во славу Бога И, к сожалению, дьявол путает людей Он же клеветник, обманщик Это такой рекламодатель, такого в мире нет Что он людей путает И все они придумывают, сочиняют И потом сами не могут жить То, что люди придумали Это им все мешает жить Нормальной жизнью Иди на работу, устройся Радуйся жизнью Бог все дал, все, что есть У него, он поделился с нами Чтоб мы жили с ним рядом Все это во благо использовали Своё, ближнего А люди придумывают вот такие вот правила Такие игры, жизнь эту Тот, который стреляет Или в петлю лезет В первую очередь Ну, тот, который тоже к нему К этому подвёл Он тоже соучастник Понимаете? Это перед Богом они будут отвечать Никто не праве Человека жизнь отнимать Не он сам свою И не кого-то Я же не знал Я на тот период был в лицее Учился За мной приехали Приехал Ваху Григория Приехал за мной И поехали домой Говорит Я ему сразу говорю Ваху, что-то случилось? Говорит Нет, говорит, всё нормально Не знаю, почему я так сказал Ну, собрались мы Ничего не подозревая Но он-то всем объяснил уже И все так угрюмые уже Понятное дело Тихо мы приехали В Новый Афон Домой Поднимались Смотрю, там люди идут Дома спускаются Я живу выше монастыря 500 метров Здесь улица Орлиное гнездо Люди идут уже От нас И вот парничка тоже Брат-то одноклассник Мне сказал, что Ты не знаешь Говорит, вот брат твой застрелился И всё Я сказал, Ваху, это правда Но-то не ответил ничего И тихо Прошли домой Всё, я увидел Что у нас в доме Такой траур Беда такая произошла Мне 13 лет Ему было 16 Насколько уже связывает Моментов Хороших, плохих Всяких разных Брат Вместе жили Рядом спишь С ним С одной тарелки Кушаешь Ходишь До этого он поступил В Сухуми Учился Ну там Новые знакомства Друзья Сейчас Улица всё-таки Иначе воспитывает И вот Видать там Это всё уже Началось Там же вся Абхазия туда едет Понимаете С разных городов С разных городов едут Дети учиться И встречаются Общаются И вот Было такое Что он хотел уже Жизнь самоубийством Покончить Папа всё увидел Остановил Говорили Ну так Нормально Всё поговорили И потом Через Не помню Через который Это период Всё произошло Всё у нас Дома Ничего уже не было Ни оружия Ничего Ну Ружьё это было Узнавали потихонечку Всё Что это Вот всё Связано С карточной игрой Сумму не знаем И люди этих Не знаем С кем играл Да И всё равно Отец горем Продавлен Ему Не до этого Было Чтобы искать Кого-то Да Друзья его хотели Давайте узнаем То-сё Разберёмся Папа сказал Давайте потом То-сё Потому что Горем убитый человек Сами понимаете Пережить своего Ребёнка Я ни одному Родителю не пожелаю Вообще Когда мы говорим О такой проблеме Какой является суицид Прежде всего Вот мы должны Сходить из того Насколько наше общество Религиозно Насколько наше общество Понимает То, что такое Закон Божий Для верующих людей Которые Сохраняют Закон Божий Они Вопрос суицида Не могут принять Как нормальный выход Из проблемы То есть Самоубийство Вот в нашем обществе В том числе Криминальном обществе Да Как установлены законы Вот люди Проиграли В карты И тот человек Который выиграл Крупную сумму денег Он Насколько я знаю Должен Часть этого тавана Отдать Ворам в законе Преступникам Значит Это уже бизнес А этот бизнес Может закончиться И кровью Если человек Сам себя убивает Из-за невозможности Отдачи долга Возврата Этого тавана То есть Все построено На каких-то Дьявольских законах Против человека Против его Совести Против его чести И против его жизни Потому что Нельзя говорить О чести Когда все-таки Потом Переходит Проблема В тему Касающуюся Денег И для кого-то Как я уже сказал Бизнеса Кто зарабатывает На этом Возврате Долга Где здесь Какая-либо Толика Понимание Того Что это Богу Противное Явление Где здесь Понимание Тех людей Которые Крещены Будь они Христиане Или же Традиционно Там Мусульманами Себя называют Что они Против Бога Этим Не грешат Понимают Ли это Люди Я думаю Что они Этого Не понимают Все Мы Называем Себя Мужиками Мужчинами Которые Отвечают За свои Слова Когда Ты ходишь Себе играть Тебя Никто Не заставляет Это делать То есть Это твой Осознанный Выбор Ты Азартный Человек Ты Начинаешь Играть Естественно Эта игра Имеет Какой-то Интерес В основном Это финансовый То есть Какие-то деньги Они играют Мы играем Человек Который Сел Играть Он Понимает Что он Эти деньги В любом Случай Должен Отдавать И естественно Это касается Чести Достоинства Того Человека Который Должен Который Проиграл Он Должен Сдавать Все Мы Относимся К этому Очень Серьезно Потому Что Это касается Нашей Чести То есть Мы Если Человек Не сдал Талант Как оно Называется У нас В народе Не сдал Он Теряет Своё Своё Достоинство Потому Что Не выполнил Свои Обязательства За свои Слова Не ответил Потому Что Это касается Чести Если он Его Не сдаст То Среди Нормальных Среди Достойных Ему Места Уже Не будет Но При любом Расхвате Вот Он Допустим Просрочил Да Он Должен Буд Давать Довтра Но Не сдал Ему Придявят Но Эти Деньги В любом Могут Специально Обыграть Потому Что Человек Это Им Не Интересен Его Не Хотят Унизить Или Не Знаю А Есть Такие Люди Но Обыграл Он Его Допустим И Он Знает Что Он Ему Должен И Не Напрягает Но Ему Интерес Только Деньги А Сам Как Личность Живет Свою Жизнь Он Не Должен И Все Какой Смыш Человек Сдел Сделал И Он Никого Под Отвечание Ставил Чтобы За Него Кто Заплатил Свои Правила Все Придумали Они И Живут Этим А Есть Люди Как Акулы Можно Сказать Извините Что Так Говорил Им Все Равно Человеческая Судьба Человеческая Жизнь Да Он Обыграл И Все На Него Сил Не Отпускает Можно Все Какое Сострадание Проявить Проиграл Хотя Они Сами Проигрывают Не Всегда Человек Выигрывает Попадает В такой же Ситуации А вот Они Придумали Такое Что Дело Чести Это Все Не Писанное Людьми Придумана Это Психология Человека Легкие Деньги Понимаете Стыдно Работать Это Что Такое Стыдно Как Работать Работу Стесняться Нельзя Я Сам Тоже Где Только Не Работал И На Футболе Мы Зарабатывали Денюжку Было И Не Было По Разному Бывало И На стройке Работал В охране Работал Сейчас Вот Здесь Винограднике Работаю Я Не Стесняюсь Свою Работу Я Ничего Плохого Не Делаю Ничего Зазорного Не Делаю А Им Легкие Деньги Нужны Легкие Деньги Не Всегда Честно Не Всегда Правильно Не Половство Улиса Все Бывает Знаете И Вот После Этого Случа С Братом Я Никодина К этому Всему Отнесся А После Церкви Вообще Знаю Что Это Азарт Что Это Плохо Ничего Хорошему Это Не Приведет Начну Там С Турачка Играть Потом Дальше Больше Приседания Одна Сигарета Две Пачка Блок Машина Дом Честь Смерть Есть Люди Которые Вот Выбрали Для Себя Путь Игрока Которые Играют В Карты Которые Играют В Нарты Делают Просто Ставки Ну Любые Азартные Игры Они Занимаются Любыми Азартными Играми Что Они Делают Например На Свадьбе У Нас В Абхазии Очень Часто Практикуется Обычные Игроки Которые Не Приглашен На Свадьбу Он Не Тех Которые Хочется Играть Естественно Он Выискивает Более Слабых Игроков Которых Он Может Обыграть Находит Этих Людей Начинает Играть Играет Выигрывает Там Сколько Он Хочет Допустим Игру Закончили Он Идет Туда Где Список Записывает От своего Имени Деньги Две Ты Хочется Слать А В Тюрьме Допустим Ты Первый Ход Молодой Парень Особо Неопытный Не знает Как себя Вести Но Хороший Человек Он Попадает В камеру Где Сидят Опытные Жеки Они Смотрят На Человека Видят Какой Он Какой Олажок Образно Они Его Начинают Заманивать Перегинем Все Времени Полно Поиграем Во что Нибудь Начинают Греть Я Ну Они Начинают Ему Закидывать Ну Дам Сидеть С тобой Еще Два Три Года Давай Время Как Нибудь Убьем Давай Перекинемся В картишки Я тебя Научу Ничего Скорного Нету Мы Здесь Не Играем На Какие То Деньги Вот Спички Давай На Спички Играть Ну Тот Естественно Поломается Поломается Но Потом В итоге Он Соглашается Его Начинают Учить Играть Но Его Начинают Учить Играть Именно По Правилам Как Правильно Играть Как Надо Раздавать У кого Какие Карты Выигрышные И Все Но Как Карты Подтасовывать Естественно Его Не Учить Не Будут Они Начинают Ему Поддаваться Вот Смотри Как У тебя Получается Лишь Как Ты Меня Ты Думал Что Дедом Не Получится И Он Мож Заманивать Для Что Степень Что Человек Подумает Что На самом Деле У него Было Кажется Какой То Некий Скрытый Талант Он Всегда Начинает Верить И Уже Начинают Играть Уже По Крупному И Все Уже Его Начинают Потихоньку Обыгрывать А Его Это Начинает Велить Понимаете Потому Что Он Дорогу Думал Что Он Такой Хороший Игрок Профессионалом Стал И Всю Дорогу Ему Проигрыв Начинает Выиграть Его Это Слит Он Начинает Все Больше И Больше Больше Входить В Азарт Лишь Обыграть 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 В Итоге Он Залезает В Яму Из Которой Естественно Выбраться Ему Будет Очень И Очень Дяжело И Все Потом Начинаются Оттуда Звонки Родственникам Близким Помогите Я Обыграть Эти Деньги Да Он Идет Это Спекуляция На том Что Тот Кто Проиграл Его Обесчестит То Что Он Вовремя Долг Не Вернет А То Что Кто Медленно Умирает От Рака Или От Какой Другой Болезни И Будь Это Ребенок Или Взрослый Человек И Друзья И Родственники Не Могут Собрать Мгновенно Такую Суму А Все Таки Смотрят Со Стороны И Фактически Видят Как Медленно Погибает Этот Человек Как Это Объяснить Вот Я Не Могу Например Этого Объяснить Здесь Подмена Понятий Для Меня Это То Самое Потому Что Там Ты Своё Слово Даешь Что В Игре Ты Своё Слово Даешь Просто В Игре Это Там Как Правило Играют Те Люди Которые Такие Проступки Не Прощают То Они Тебя Могут Взять За уши Заставить Выплатить Этот Долг Они Тебя Побьют Они Тебе Придявят Они Всем Людям Скажут Что Ты Непорядочен В Игре Но Когда В Долг Ты Берёшь Ты Как Правило Берёшь У Кого Друга С Родственника У Того Который Тебе Каким Боком Близок Естественно Этот Человек Не Будет Выносить Это На Люди Чтобы Тебе Там Какое-то Имя Дать За Стол Игры В Карты Может Сесть Каждый Вопрос Они Сами Друг Другу Этот Вопрос Задают У Тебя Достаточно Средств В Кармане Для Того Чтобы Ты Позволил Себе Такую Игру То Они Сами Может И Предупреждают Еще Друг Друга В азарт Войдешь И Проиграешь Сотни Тысяч Рублей И У Тебя Не Останется Выбора Как Пойти Повеситься Или Застрелиться То Это Конечно Уже Страшно Но Человека Как бы Предупредили Что Ты Должен Знать Сколько Ты Средств Можешь Потом Отдать В случае Проигрыша Своего Да Вот Речь Идет Об азарте Речь идет Об азарте Людей Которые Не Включают Вовремя Свои Мозги И Не Останавливаются Там Где Это Нужно Остановиться Но Мы же Знаем Такие Примеры В других Проявлениях Будь то Алкоголизм Люди Садятся За стол Но Они Пьют И Пьют До тех Пор Пока Своё Достоинство Человеческое Не Теряют Становятся Наркоманами Употребляют Столько Наркотических Средств До Тех Пор Что Уже От них Только Остаются Кожа До Кости Вот Так Все Это Происходит Да Конечно Неприятно Это Человек С кем Ты Играл Из-за Того Что Ты Обыграл Он Покончил С собой Но Это Мы же Все Понимаем Когда Он Сюда Приходит Он Этот Выбор Сделал Сам Он Пришел Куда Сам И Естественно Если Он Мой Друг Допустим Я С ним Сам Никогда Не Сяду Играть Я Своим Другом Своим Близким Своим Родственником Я Играть Не Сяду И Как Правило Игроки Никогда Не Садятся Играть Против Своих Друзей Они Садятся Против Тех Которые Им Посторонние За этот Человек Мне Никто Я За него Переживать Как Правило Не Должен Если Он С Это Себя Как То Принять Этот Факт Ему Было Уму Непостижимо Поэтому Он Собро Покончил Люди Хотят С чего Хотят Красиво Жить Хороший Телефон Машину Красивую Одежду Даже Есть Состоятельные Люди Которые Играют Которые Все Имеют Которые Не знают Куда Деньги Потратить Он Имеет Потребность Он Зависимый Пойдут Они В казино Проиграют Все Деньги Однако Он Все Имеет А Есть Которые Не Имеет Ну Так Средний Класс Или Низший Класс Они Хотят Заработать Эти Деньги Понимаете А Где Не знаю Какой Образ Жизни Может Ведет Для Него Это Необходимо Потому Что Там Так Живут И Он С Ними Живет Ему Это Нравится Понимаете Это Психология Людей Проиграть Как Турецкий Комбит Да Потом Все Забрать Ну Я Лично Не знаю Тех Людей Игровых Которые На этом Азарт Да Есть Люди Которые Неплохие Суммы Миллионами Выигрывали Но Как Правило Их Непроигрыш Всегда Больше Чем То Что Они Выиграли Потому Что Это Не Бизнес Для Них Это Азарт Это Их Сущность Они По Другому Не Могут Они Должны Играть Они Не Могут Это Как Наркоманы Это То же Самое Наркоманы Убивают Себя Свой Организм Своё Здоровье А Игроки Убивают Себя Морально И Естественно На ноль Сажают Свою Семью Вот В чем Разница Наши Друзья Знакомые Говорили О том Что Сказал Да Никто Ничего Не Пожалел Дал Но Однако Видите Вот Ребята Так Поступают Поэтому Надо Говорить Не Надо Стесняться В Еду Ты Попал Должен Объяснить Все Люди Ошибаются Бывает Так Но Это Все Можно Как-то Исправить Общими Усилиями Для Чего Мы Другу Нужны Родные Близкие Друзья Да Чтобы Другу Помогать Чтобы Общаться Между Собой И Духовно И Морально И Физически Финансов Другу Помогать Понимаете Это Общество Собирается И Решает Могут Решить Ну Ладно Не Трогайте Там Пожалеют Перекинут Это Все Срок Оттянут Потом Может быть Отдашь Хоть Ты Не Вовремя Это Отдал Понимаете Опять От Людей Зависит С Кем Ты Играл То Как На Это Смотрит А так Зачем Человека Обижать Даже Если Он Проиграл Он Тебе Сдаст Куда Он Денется Он Даст Эти Деньги Он Знает Что Он Проиграл Он Должен Зачем Обижать Его Оскорблять Его Понимаете Правда Да Я уважаю Правду Я уважаю Справедливость Но для меня Больше всего Милосердие Любовь Понимаете Потому что Эта Правда Может Куда Загнать В петлю Или Человек Может Застрелиться Понимаете И на Ком Это Все Я Тоже Соучастник Этого Убийства Потому что Я мог бы Человеку Все равно Сказать Ну Ничего Сдашь Там Ты Проиграл Попозже Да Или Частями Ну Понятное Дело Тот Играть Не Перестанет Хоть Он Не Знаю Может К тому Это Поможет Кто-то Скажет Ну Вот Так Поступил Слава Богу Я Больше Не Буду Играть Это Сдам И Больше Не Буду Но Это Мало Вероятности Чтоб Человек Так К Подошел И Подумал Что Господь Дал ему Шанс Уйти От Этого Всего Это Беды Ну Сейчас У нас В Абхазии Редко Были Случай Когда Из-за Карточных Долгов Кто-то Кого-то Там Преследовал Были Были Такие Случай Когда Людей Из Домов Выселяли Продавали Их Дом Отнимали У них Когда Они Видят Что Он Не Может Найти Деньги Нигде Негде Ему Взять У них Отнимали Дома Такие Ситуации Были Они Это Делают С тем Который Заслуживает Вот Бывают Такие Люди Которые На самом Деле Очень Хороший Человек Порядочный Нигде Никогда Плохо Себя Не Вел Но Проиграл И Не Успел Ждать Срок Им Не Прощают Естественно Да Но Они Знают Уже То Что Они Фуфо Двинули И Дают Им Сроки Это Уже Как Обычный Долг Идет Да Там Ты Принесешь Деньги Начинают Там Родственников Дергать И так Дали Но Никто Никого Из-за Этого Еще Не Убивал Они Как Правило Убивают Сами Себя Те Люди Которые В конце Только Осознают Во Что Они Влезли Во Что Они Втянули Свою Семью Вся Семья Страдает Понимаете Вся Семья Страдает Если Это Человек Несостоятельный Который Не Имеет Денег 99% Страдает Вся Его Семья В основном Списывают Это Долг Естественно Человека Уже Живых Нет Сейчас За Случайный Выигрыш Да Это Деньги Воздушные То есть Они Неоткуда Пришли Вот Человек Их Не Заработал Идти И Заставлять Семью Выплачивать Эти Деньги Такое Очень редко Бывало Я Лично Таких Ситуаций Не знаю Когда После того Как Человек С собой Покончил И Кто-то Приходил Семьми Что-то Требовал Такого Я Не знаю Надо Семьми Тоже Начинать Общаться Еще раз Говорю С детьми Говорить О их Душевных Качествах Что у них На сердце В разуме Так же В школе Пусть Что-то Говорят Понимаете Образование Еще раз Все это Хорошо Но Надо Все равно Общаться С людьми Ноги Замкнутые Бывает Человеком Поговоришь И Легче На душе Как Исповедь Нет Со всеми Общался Не Загруженный Чтобы Сказать Такой Такой Миролюбивый Доброжелательный Человек Обычный Житель Города Страны Дружил Со всеми Со всеми Хорошо был С ребятами У него Прекрасное окружение Друзья Прекрасные Сейчас Все семьи Радуюсь Вижу до них Смотрю Детей Имеют Мог бы тоже Ну да Сейчас бы я Может племянников Нячил бы К сожалению Вот и иди Такой поступок Совершил Снился Очень редко Только так Ночью сам Вспоминал Лежал Бывало Подушку заплачиваешь А что поделать Да Родной брат Тяжело Ну вот Сейчас Младший Есть брат Тоже стараюсь Объяснять Говорить Сейчас в армии Он Сам выбрал Захотел Ну Все равно Нет такого страха Что он должен Не дай бог Семет Переживаю За все Куда пойдет Как себя поведет На опыте Вот Нашего старшего брата Тоже что-то объясняю На опыте других людей Которые Делают поступки неправильные Ошибаются Поясняю Поясняю ему Чтобы он Так не вел себя Понимаете Все равно воспитываешь Как в наших Традициях Старший Младший Где себя Как повести Как сказать Что вредно Для тебя Что к чему Может тебя привести Вроде Прислушивается Приятно Кроме того Чтобы умирать Ради защиты Своей семьи Своей родины Больше За что-то Умирать нельзя Но Опять же Это сущность Людей Они настолько Это принимают Близко к сердцу Да У них психология Сбивается Все Он не может Жить с этим Он все с этим Не может жить Но очень часто Очень часто Если этот человек Ну на самом деле По глупости В это попал Да Ему начинают Объяснять Слушай Это там Да Произошло Ничего страшного Живи дальше Мы там Выносить это На людей Не будем Мы с тобой Так же будем Здороваться Все нормально Только естественно Пронеси то Что ты должен Они ему время Продлевают Но как бы Не доводят до того Чтобы ему Жизнь ломали Это все Самое хорошее В голове У меня Не складывается За что Разве Это стоило Того Чтобы Оставить Своих детей Одних Сиротами Из-за Такой ерунды Мы знаем Убийц Одни Отсиживают Срок Другие Даже Не попадают В тюрьму Но Они продолжают Жить Они живут И не стали Они Недалеко Изгоем Когда Иуда Будучи Учеником Иисуса Христа Предал Его За 30 Сребреников А потом После того Как он Осознал Что он Совершил Предательство Он пошел И вернул Швырнул Обратно Эти Сребреники И сказал Что я Согрешил Предав Кровь Неповинную Что Сделал Дальше Иуда Он пошел И повесился Что самое главное В этом проявляется То что Иуда Не попросил Прощения У Бога Он не обратился К Богу И не сказал Боже Прости меня Боже Дай мне силы Измениться И искупить Этот грех Он просто На себе Поставил точку Для него Больше не было По его мнению Никакого выхода Вот Чем страшен Этот грех И предательство И плюс Самоубийство Субтитры